О первой земле говорит в своем творчестве и Тимофей Молданов. Новую легенду на старый лад он сочинил на днях, как раз когда мы и снимали сюжет. В Югре затеяли творческие состязания. Егорских авторов приглашают соревноваться в литературном мастерстве. Конкурс среди коренных продлится до 23 октября. Свои произведения уже заявили авторы из разных уголков округа и даже с Ямала. Стихи, рассказы на хантыйском языке и, конечно, о родном крае. Милана Поварницына узнала, когда и где к самобытным авторам приходит муза и почему они так спешат творить. Словно поэма звучит легенда о происхождении югорской земли. Она берет свое начало с этого места, центра Ханты-Мансийска. Когда случился великий потоп, священная птица Лулы нырнула и добыла землю для охоты. Так поднялись семь холмов, на которых и стоит город. Из фольклора Тимофей Молданов черпает идеи для своих стихов. Часто используют уже позабытые эпитеты и выражения из народного эпоса. В его творчестве они обретают вторую жизнь. Двадцатью оленями избеганная большая опь. Двадцатью оленями избеганная рыбная опь. Это опь-река. Ненецкого жилистого человека, весельная река, лодочная река – это уже про козы. Тимофей Молданов с детства любил сказки и песни, записывал их. А впитав, начал сочинять сам. Из-под его пера вышел не один сборник. У меня сама природа муза. Люди вокруг все. Люди же очень разные. Вот посмотришь на них, и что-то новое рождается. На природе среди берез и сосен приходит муза и к другому хантыйскому поэту Евдокии Каксиной. Я увидела березку. А вокруг вот эти сосны такие стройные, они как парень, как женихи, и как невеста. Вот эта одна подошла к этой березке, рядом постояла, и вот это стихотворение. Жить в гармонии с природой Евдокию учили с детства. Еще девочка, она знала все народные приметы, умела различать голоса птиц. Что ж удивительного, что о красоте родного края пишет чаще всего. Впрочем, она как поэт размышляет и о мире хантыйского человека, его чувствах. Трепетное стихотворение «Дорогой войны» Югорченко посвятила землякам, где главный лейтмотив – это матерью сшитая меховая теплая малица. Мой отец такую фразу мне сказал, потому что я это вспомнила. Он говорит, что мальца – это моя жизнь. Я пишу, что он говорит, что я родился в мальце, жил, и умру я в мальце. Мальца, что жизнь как-то символизирует. Этот образ мальца, образ хантыйского человека, как бы ему тяжело ни было, и мальца как на войне, как оберег. О горе стих войны была и первая песня Валентины Швецовой. Она сочинила ее семь лет назад. С тех пор пишет постоянно, воспевает «Могучую обь», тоскует о прошлом. Эти песни, кажется, звучали в ней с детства, когда главной мелодией был топот оленьих копыт. Теперь он звучит все реже, как и хантыйский язык. Я пишу, чтобы сохранить, конечно, что эти песни, чтобы сохранились, чтобы новое поколение когда-нибудь, мы же тоже не вечные, может, когда-нибудь новое поколение вспомнит, тоже будут петь эти песни. Не только песни, но и сказки, легенды и стихи на хантыйском языке. Так произведения героев нашего сюжета войдут в сборник «Мелодия хантыйского слова». Это будут как знакомые югорчанам произведения, так и новые. К примеру, эти строки Валентины Швецовой, посвященные дорогому сердцу Ханты-Мансийску, еще никто не слышал. Из камня, из железа построенный город. На семи холмах – высокий город. На семи холмах – земля благодатная. Земля – Богом созданная. Милана Поварницына, Виктор Севков, Владимир Дадыко. Специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова